По долгу службы работникам инспекции часто приходится прибегать к оружию. Нарушители могут вести себя по-разному. В практике часто случаи, когда браконьеры, заметив погоню, совершают попытки скрыться из виду. В этой ситуации оружие – способ испугать преступника и заставить его остановиться. Проверить навыки стрельбы защитники природы со всей области собрались на традиционных учениях. Несмотря на солидный стаж многих из работников инспекции, все они прекрасно понимают, совершенствоваться необходимо, профессия обязывает. Мы сегодня на полигоне отрабатываем те действия, которые нам завтра могут понадобиться в реальной жизни. Сегодня на полигоне сотрудники Брестской областной и семи межрайонных инспекций охраны животного растительного мира Брестской области. По сценарию учений браконьеры пытались скрыться от защитников лесного порядка. Попытка нарушителей не увенчалась успехом. Инспекторы, следовавшие за автомобилем, сразу же осуществили задержание. Вовремя подоспел и отряд милиции особого назначения. Браконьеры были задержаны для выяснения деталей нарушений природоохранного законодательства. По второму сценарию один из преступников пытался убежать. И здесь профессионализм работников структуры помог осуществить операцию успешно. В данных учениях я принимаю шестой раз участие, поскольку работаю в инспекции уже три года. Конечно же, это неотъемлемая часть той практики, которой мы непосредственно занимаемся каждый день. Навыки оборота, обращение с оружием, умение владеть им, при необходимости использовать его в условиях полевых. Учение в полевых условиях – традиционное мероприятие, которое дает возможность инспекторам применить имеющиеся навыки на практике. Поучиться чему-то у своих коллег. Обыд прошлых лет показывает, насколько эффективны учебные сборы, проходящие в подобном ключе. А потому велика вероятность, что в будущем совместные учения будут проводиться еще чаще. В нашем ведомственной структуре данное мероприятие проводится дважды в год, весной и осенью. В принципе, конечно, хотелось бы, чтобы было чаще данное мероприятие, но в принципе, два раза в год это вполне достаточно для того, чтобы освоить данную несложную науку. И в принципе, вполне хватает для последующей работы.